Я очень поздравляю Валерию Трюкову и хочу сказать буквально два слова о победительнице и о нашем главном тримопатрии Валерии Паркушиной, «Царство небесное». Все эти ребята здесь еще присутствуют. В свое время прошли школу проекта «Илья-премия», в которой я больше 10 лет была председателем ГУРИК, который посвящен памяти замечательного поэта-философа-мислительного музыканта Ильи Цюрина, который погиб в 19 лет. И Марина Бирюкова тоже была финалистом этой премии. Но Валерий Паркушин был у нас в финале самого первого тура 2001 года, и тогда он был самым старшим. Потому что в памяти о 19-летнем Илье Цюрина, конечно, мы ориентировались на молодежь. И сегодня очень больно и даже как-то неловко говорить, что Паркушин был тогда 32 года. Он был самым старшим среди участников. Но я могу отдать в данном случае должное своей интуиции. Его абсолютная классическая ясность, его гражданское мужество, его бесконечная свобода. На всех нас произвели огромное впечатление. Он стал финалистом. И я думаю, что здесь присутствует Ирина Медведева, президент фонда Ильи Цюрина. Я думаю, что она подтвердит, возможно, это было первое выступление Паркушин в Москве 2001 год. Я очень высоко оцениваю уровень участников. И я думаю, что даже будет трудно держать такую планку. Первый год всегда особенный. Я хочу предупредить всех, кто связан с этой премией и ее отцов-основателей. Первый год всегда особенный. Там очень высокий уровень. Ну, давайте будем стараться, чтобы в следующие годы не снизить температуру. Спасибо. Спасибо. Итак, мы приглашаем на сцену финалистов. Ольга Андреева, Ростов-на-Дону, Ника, оставаясь в воду. Ольга считает, что стих – это прекрасный, точно настроенный инструмент для познания самого себя. Мира, человека и Бога. Следующий финалист – это Борис Гринберг. Новосибирск. Ну, а в том городе, откуда приехал очередной финалист, книжки вряд ли выходили, но его знают все и, в конце концов, с трудом научаются произносить название этого города. Анна Матасова, город Пит-Киранта, Карелия. Анна Матасова. Ника Матасова. Иван считает, что в настоящем полюсе однобычных стеклов отличает удар от тык. Дмитрий Кухачев, Барнау, Никограда. Дмитрий Кухачев, Барнау, Никограда. Дмитрий Кухачев, Барнау, Никограда. Вручить премию победителю номинации «За творческий поиск поэзи». Дмитрий Кухачев, Барнау, Никограда. Дмитрий Кухачев, Барнау. Дмитрий Кухачев, Барнау, Никограда. Дмитрий Кухачев, Барнау, Никограда. Дмитрий Кухачев пишет яростно, страстно, широкими мазками, захватывая то, что за темой его стеклов. А за темой его стеклов находится Божий мир и в ней. Мне думается, что муза взяла его за ручку, повела за собой, и вот он так за ней идет, абсолютно не изменяя своего пути. И стихотворение, которым открывается вот эта битерская книга между Пушкиным и Бросским, оно потрясает тем, что звучит как евангельский текст. Любви не хватает, любви не хватает, необходима любовь к плохим, хорошим, прекрасным, ужасным, противным, очаровательным ко всем, всех ждут любви. Можно сказать иначе. Можно сказать, что эта тема может быть главной темой жизни, сегодняшней, нашей. Она сводится к тому, что, понимаете, род человеческий в страшной дисгармонии с прекрасным Божьим миром, который его окружает. Мы этой гармонии найти не можем. И об этом все время пишет поэт. Трагическая тема, трагическая судьба. Нечаянно, когда я прочитал его книгу, всплыли стихи 15-ти летнего Саши Димофеевского, стихи, написанной 65 лет тому назад. Это традиция. Вы мне поверьте, во всем решающий момент. Обычно только после смерти поэту ставят монумент, как одного вчера убили, быть может, только потому, чтобы стеснялись при жизни поставить памятник к нему. Вот, и счастье, это относится к нашему прекрасному поэту, праздник, который мы празднуем без него самого. А теперь спасибо вам. Прошу, что я вас расстраиваю, выслушу этот панилик поэту, который вы любите. Вам спасибо за вашу успеху. Спасибо, Валера. Это был мой друг, которому я посылала свои стихи, которому я знала с 1984 года. Мы обменивались стихами, еще в юности, а в площади уже обменивались стихами мы. И он мне писал, что цель дима, какие-то ругал, какие-то хворю. И я очень дорожу этим. И сейчас... Он для меня всегда живой. У меня телефон, его до сих пор могу стереть. И я прочитаю стихотворение из новой еще нестанной книги. Эта пестрая птичка весная упорхнула за мною Израиль. Эти шапки, что уши пигнули, за любимой хозяйкой шагнули. В этот морг уныния, смрак, злотерновника, жалящий сад. Им потом понаделали пуп, натаскали на зайцев и уток, Разобрали по теплым домам, к драмовым приучили кормам, Расселили по басням и сказкам, обучили за лакомство пляскам. Посредине дремучей зимы спят аквариумные, саны, Канарей, коты, попугаи видят сны о самделишнем раю. Миллионы ушли этим снам, в них безмолвно прекрасный Адам, На заре своих девственных лет и не знающий, что он поэт, Что ему уже Богом дана, первозаповедь первых речений, Для грядущих вслед стихотворений всякой твари на речь имена. Спасибо.